Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Сегодня в программе «Запаска» расскажу о разрешенной тонировке в разных странах и как жара влияет на поведение водителей. Не пропустите. Поговорим про жару. Начнем с защиты от солнца в разных странах. Ага, я о тонировке автостекол. В большинстве государств она либо запрещена полностью, либо же на серьезном уровне ограничена действующим законодательством. В США в отношении частного автотранспорта по каждому из конкретных штатов определены собственные правила. Так, для Нью-Мексико светопропускной минимум установлен в пределах 20%, для остальных штатов в интервале 35-70%. Если обобщать то, чем штат южнее, тем более усиленная тонировка возможна. Или Австралия. Страна эта достаточно солнечная, поэтому здесь светопропускание установлено в минимум 35% для всех стекол авто. Ну а если уж любите тонировку в ноль, то законно можно будет покататься по Таиланду. Теперь о последствиях жары. Врачи говорят, что жаркая погода негативно влияет на психику. Оказывается, кровоснабжение мозга ухудшается из-за кислородного голодания. Отсюда нарастающая агрессия. Если же вы еще за рулем и в пробке, совсем беда. Деться-то некуда. В общем, психологи все как один советуют прежде всего сохранять самообладание. Ну да, на такой жарище совет и самое оно. Впрочем, действительно помогает. Главное понять, что у вашей злости есть причина. Дальше надо постараться обеспечить себе максимальный комфорт. Кандей, приятная музыка и ароматы. Шаг следующий. Старайтесь помнить о том, что другим водителям не легче. И, наконец, если уж злость прямо накатывает, лучше ее выразить, ну, прораться там. Но не на причину, а просто в воздух и постараться забыть. Или вообще попробовать абстрагироваться от других водителей и воспринимать их как неодушевленные препятствия. А теперь к технической части. Водители со стажем хорошо помнят, как массово закипали автомобили в подобных ситуациях в прошлом веке. Сейчас с техникой получше, но всякое бывает. В общем, если по показаниям датчика вы понимаете, что мотор перегрет, можно прибегнуть к небольшой хитрости, включить печку на полную мощность. Разумеется, в салоне мгновенно станет очень жарко, но благодаря этому удастся отвести тепло от мотора. Поможет это ненадолго, так что если затор на дороге большой, лучше будет все же остановиться на обочине и заглушить двигатель, дав ему остыть. Если из-под капота пошел пар, все, вы закипели. Надо сразу же остановить автомобиль и заглушить мотор. Теперь вы не водитель, а либо клиент сервиса, либо механик. Но это уже тема наших следующих программ. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио.